– Отлично. Можете поделиться, чем для вас казалась группа «Полезна», что отсюда взяли полезного, хорошего? – Ну, группа вообще, конечно, да. Мне понравилось то, что я начала оценить тому, чего я не доверяла. Но как-то, в общем-то, все это подсознательно было, что это важно узнать. И все пришло, само собой, все постепенно, все что-то там свалилось, что-то развалилось, и как вот это все разруливается. И, конечно, вот эти вот трансы, ваше наставление, оно, конечно, мне очень сильно помогло. Перемены даже в мышлении. Удивительно, но вот так сейчас смотрю на себя, как вот чему нас учили. Ну, в общем-то, мышление маленького ребенка у меня еще присутствует, то, что я должна была уже учить чему-то, я сама только до этого дохожу. Вот это мне, конечно, радостно тем, в том плане, что я могу хоть и внукам своим сказать, что и не делать таких ошибок. Мои внуки хотя бы могут, я, во всяком случае, стараюсь теперь не делать им комплекс, как бы сказать, чтобы вот они видели, что я причиняю им вред их мышлению, ну, и их там какие-то делаю им затыки и еще чего-то. Вот это очень важный для меня момент. Вот, ну, и вижу я, что мне еще менять нужно, жду каких-то, жду перемен, научилась терпение, вот именно то, что паники меньше стало. Если что-то плохо себя чувствую, значит, есть лекарство транс. Вот эти вот моменты, как лечить себя, это очень важно. Не глотать таблетку там, искать в аптеке, в аптеку бежать. Оказывается, вся аптека находится в том, в мышлении нашем. Вот это для меня очень важный такой аспект. Вот, вот и сейчас, ну, есть у меня терпение, и я смотрю на свои вот эти вот кредиты, которые мне сейчас, сейчас даже как-то и банки со мной по-другому разговаривают, и я ожидала шквал звонков, звонков таких нету, что действительно я поняла, что мы можем, но только это правильно, конечно, нужно все делать, но руководить своим мышлением, а мышление ведет за собой поступки, действия, правильные действия. Вот это очень, конечно, мне помогло, что мы должны в первую очередь. Всегда меня, всегда меня волновало, как ты люби ближнего, как самого себя. Вот этот момент, он, вот 25 лет читаю я эту Библию, я уже много-могу моментов разъяснить, но я никак не могла разъяснить, как самого себя. Мне почему-то всегда казалось, что это, ну, мы так настроены, так воспитаны из принципа эгоизма. Вот, оказывается, видеть как, что любить-то себя нужно тоже уметь. И это самый-самый главный момент, иначе ты не недооцениваешь своего ближнего. Конечно. Как бы ты его не поощрял, ты можешь наделать вот этим поощрением, ты делаешь тоже ошибки, оказывается, ему правильно нужно любить-то. Чтобы у него не было такое, что вот мне понравилась удочка и рыбка, да? Ты, говорит, дай ему удочку своему ближнему, чтобы он умел себя всегда прокормить, а не рыбку суи ему, вот, чтобы он с один раз съел, а потом он так же заглядывал тебе в глаза. Вот такие вот моменты, они очень важны оказались для меня. Вот, я очень вам благодарна. Вот. Что вот эта прокорстинация, такой для каждого очень важный момент. Просто удивительно. Удивительно. Как чувствуешь, что она вот опять входит в твою жизнь. Раз, в транс. Как бы это стоп, иди отсюда, получается. Вот это вот тоже мне очень понравился такой момент. Потому что ты знаешь прекрасно, что нужно доделывать. И важность увидел в том, что нужно доделывать. Что у тебя энергия съедается. Сколько? Вот. Я очень рада, что в моей жизни был Павел Кулисов. Ну, почему был? Я надеюсь, еще останемся. И еще пойдем на вебинары. Вы, ну, я не знаю. Я вот опять говорю, да, дай бог, вы, конечно, еще вот такие, вот такие сессии. Но я не знаю, насколько у вас хватит. Теперь на нас вы будете двигаться дальше. Проект, конечно, у вас замечательный в том плане, что вы хотите сделать вот именно людей вот таких вот радостных. Это вообще план грандиозный, конечно. Дай бог вам его выполнить. И тоже хотелось бы, конечно, быть, как сказать, капелькой, капелькой в вашем в этом плане. И помочь вам в этом тоже хочется, да. Вот. Ну, вот так. Спасибо вам большое. Супер, супер. Благодарю.